С 1 октября этого года в Якутске планируют внедрить новую расширенную дифференцированную систему оплаты проезда в автобусах. Благодаря новшеству горожане смогут сами выбирать тариф, который им будет удобен и выгоден. Репортаж нашего корреспондента Валерии Константиновой. Заплатить за проезд можно будет тремя способами. К примеру, за одну поездку пассажир заплатит 25 рублей наличными и на 2-3 рубля меньше, расплатившись транспортной картой. Также будет введен еще один способ из наличного расчета «Ультралайт» – билет на картонной основе, с помощью которой можно будет оплатить сразу несколько поездок. Карта «Ультралайт». Эта карта будет продаваться по поездкам. Планируются следующие тарифы. На 20 поездок 20 рублей, на 40 поездок 18 рублей и на 60 поездок 16 рублей. Такой тариф будет действовать по принципу «больше ездишь – меньше платишь». Одно из главных изменений – оплата за проезд при входе. Подобная система действует в Европе и центральной части России. По словам компании-перевозчика, основная цель – упростить систему оплаты. «Здесь сама система, она по сути, получается, это устройство, это будет электронный кондуктор. Особенно в городских маршрутах выходит на линию 452 автобуса ежедневно. Поэтому кондукторов нет того, что транспортные, не хотят их принимать, просто нет желающих такого количества работать. То есть это надо 452 умножить на 2, то есть более 1000 человек должно выйти каждый день. Электронный кондуктор позволит обойтись без простых кондукторов. То есть это будет, по сути, терминал самообслуживания». Автобусы оснастят специальными сканерами при входе, которые будут выдавать чек. Тем самым поток людей будет проходить быстрее. Также ожидается, что благодаря внедрению автоматизированной системы будет минимизирован контакт между водителем-кондуктором и пассажирами. Это должно повысить качество и культуру обслуживания. «Больше безопасности будет водитель, меньше отвлекается. Как бы и культура пассажиров уже сами самообслуживания как заходят, пробивают, проходят». А что думают по поводу грядущих нововведений пассажиры, мы решили узнать у самих жителей столицы. «Пенсионеры, конечно, перейдут тогда, если дешевле будут». «Когда дачу хожу летом, карта буду, а зимой-то буду, наличные будут». «Так и лючий будет на карта». «Ничего не остается, молча принимать это». «Я постоянно наличная, наличкая пользуюсь, поэтому я карта никогда не пользовалась, не знаю, как это». Сегодня транспортными картами пользуются 35% от всего пассажира потока. Перевозчики надеются, что через три года оплата безналичным расчетам будет составлять 100%. Валерия Константинова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.